Друзья, всем привет на моем канале Кот Мешке. Сегодня вторник, сегодня у меня выходной, и я решил поехать в магазин, взять еще этих потерянных посылок. Сегодня они по 3 доллара. Я приехал, магазин открывается в 10 часов, сейчас без 20.10, и здесь никого нету на улице, просто никого. Я тут один на парковке, будем надеяться, что у меня получится найти хорошие коробки. В тот раз здесь, конечно, их было очень мало, потому что я уже пришел не к открытию, но я думаю, что их уже разобрали. Но будем надеяться, что в этот раз я найду что-нибудь хорошее и сниму ролик для вас, чтобы вам понравилось. Оставайтесь с нами и посмотрим, что же у нас получилось. Ребята, я самый первый зашел в этот магазин, открылся, никого не было, я был один. Было очень много коробок, и было просто приятно ходить самому, выбирать, сколько успел набрал. Потом люди зашли, конечно, начали разгребать. Я набрал 21 коробку. Ну, что-то я уже, то, что я взял некоторые, я уже знал, что там, понимаете, просто я не мог пройти мимо, потому что очень хорошие вещи и дорогие вещи. Мне очень понравился вот этот поход за этими посылками, вещами. Будем вместе с вами разбирать, смотреть и решать, выгодно было или нет. Но я думаю, что это очень выгодная поездка. Давайте вместе. Я очень рада. Ну вот, мы и добрались до дома. Сейчас мы будем начинать распаковку вот этих посылок, которые мы купили в магазине. По какой-то причине, я не знаю, что случилось. Покупал 21 коробку, приехал домой. Пока сюда принес, оказалось 20. Покупал 21, оказалось 20. Не могу понять, где я одну коробку потерял. Или, может быть, в магазине я неправильно сам посчитал. Ну ладно, ничего страшного. Вот то, что вы видите, эти 20 коробок находятся здесь. Я вижу, что это будет очень хорошая распаковка. И мы сейчас начнем распаковку. Также, пожалуйста, кто еще не поставил лайк, кто еще не подписался на наш канал, пожалуйста, сделайте это сейчас. Это займет всего несколько секунд. Для меня это очень важно. Если эта распаковка затянется, то мы сделаем видео на... Сделаем два видео из этой распаковки. Потому что 20 коробок, и они большие. Я не люблю, когда видео слишком длинные. Вот. Ну что? Все, начнем. Я сейчас эти коробки поставлю на пол, и буду по одной брать, и мы будем с вами вместе раскрывать. Поехали. Друзья, прежде чем я начну распаковку, я хотел сказать, сделать такое небольшое объявление. Как вы уже заметили, многие блогеры отключают комментарии к своим видео. И на это есть основательные причины. Я столкнулся с тем, что многие из вас, кто смотрит мои видео, очень любят ставить негативные комментарии. Я хочу вам сразу напомнить. На моем канале будет присутствовать только позитив, мир, любовь, спокойствие и юмор. Никакие негативы здесь не приветствуются. И если я увижу, кто-то ставит негативные комментарии в отношении меня, моих детей, моей семьи, эти комментарии будут сразу удаляться, и эти пользователи будут блокироваться. Поэтому просьба. Если у вас какие-то есть негативные впечатления, оставляйте их при себе. Если вам не нравится этот канал, что-то мы делаем не так, мы это делаем бесплатно, мы платим за это деньги. С вас мы не берем за это. И как вы уже знаете, что я знаю, что многие смотрят из России. В России мои видео не монетизируются. То есть нету дохода от YouTube. Поэтому, если есть какой-то негатив, оставляйте в себе. Или переходите на другие каналы, где контент устраивать будет вас больше, чем мой. Поэтому то, что я делаю, пожалуйста, относитесь как-то с нисхождением, с любовью. И я желаю вам, чтобы все у вас было хорошо, чтобы вы оставлялись позитивными, и чтобы у нас был мир, дружба здесь и спокойствие на этом канале. А сейчас мы приступим к распаковке. И начнем вот с этой коробки. Так, друзья. Это у нас вот такие вот полочки для душа. Смотрите. Их тут три штуки. И они, кстати, очень-очень приятные. И я смотрю, крепятся они очень легко. Здесь такие пластины на липкой ленте. Они прикрепляются к стене или к ванне, куда вы хотите присоединить. И вот так вот вешаются, цепляются. И сюда можно ставить все, что угодно. Очень прекрасные штучки, ребята. Знаете, что мне очень они нравятся? Их тут три штуки. Давайте мы посмотрим, сколько же они стоят, если бы мы их купили. Стоят они на Амазоне, ребята, 30 долларов за три штуки. И, конечно, мы запишем их в колонку с плюсом. Хочу напомнить, что все эти посылки, все эти коробки я купил по 3 доллара. Вот. Я смотрю, ко мне в гости пришла кошечка. Ну-ка, иди сюда, давай. Вот она, она хорошая наша девочка. Смотрите. Она у нас будущая мама. Скоро она мамой станет, да? Ты станешь мамой? Скажи всем привет. Скажи привет. Да, она такая у нас ласковая. Любит людей. Очень такая, видите. Ну, ладно, мы начнем дальше. Вот у нас коробочка. Коробочка, коробочка. Коробочка, еще одна коробочка. Вау, ребята, смотрите. Настольная лампа, видите? Вот такая лампочка у нас. Очень-очень хорошая. И, конечно, она всегда пригодится. Давайте мы посмотрим, сколько она стоит. Да, она сейчас на распродаже. Стоила она 20 долларов. На нее распродажа 40%. Она сейчас у нас стоит 12 долларов. В принципе, недорого, но все равно выгодна, потому что она стоит дороже, чем 3 доллара. И мы ее запишем в колонку с плюсом, ребята. Дальше. Дальше вот у нас такая коробка. Похоже, что коробка от обуви. Ну, мы посмотрим, что там находится внутри. Обувь или что-то другое. Что я заметил, когда в магазине смотришь коробки, даже те коробки, которые уже были открыты по многу-помногу раз, я даже удивляюсь, почему... О-о-о, у нас упали коробки. Я даже удивляюсь, почему люди многие вещи, которые реально хорошие, не берут. Тут они открывают, смотрят, им не нравится, закрывают, запечатают, опять на стол их кладут. Вау, ребята, смотрите. У нас женская обувь. Красота! Смотрите. Размер 10, это американский. Вот такая обувь красивая. Тут какая-то... Наверное, это для обуви. Вот это вот... Вот название. Название фирмы Бадглей Мишка. Мишка, русское слово Мишка. Давайте мы посмотрим, сколько такая же обувь стоит. Ребята, вы не поверите. Ничего себе. Ребята, я потерял... Я потерял это... Я потерял дар... Дар речи. Вау! 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 Ребята, у меня реально до речи потерял. Эти тут... Эта обувь стоит 227 долларов. Точно такие на Амазоне. 227 долларов. Вау! Вы представляете? Ребята, я знаю, что это размер подойдет моей дочке. И она... Ей реально это понравится, ребята. Просто... Это просто-просто круто! Ребята, я сейчас позову дочку прямо сейчас. Попрошу, чтобы она примерила, и мы посмотрим, как выглядит на ее ногах эта классная обувь. Я просто почти потерял, дал речи, когда я увидел эти туфли. И название называется Радглэй Мишка. Твой размер, да? Да. Классно. Наверное, нужно привыкнуть, да, к таким? Это не китайское барахло, которое продается по 10-15 долларов. 220 долларов они стоят на Амазоне. Вы посмотрели, как эта обувь смоется на моей дочке. Ей очень понравился размер ее. 227 долларов это бы стоило. Я честно скажу, мы никогда бы такие туфли не покупали, потому что мы не платим огромные деньги за обувь. 227 долларов мы запишем в колоночку с плюсом. Вау, мне начинает нравиться эта распаковка, ребята. Давайте дальше. Дальше я вот уже знаю, что это, потому что это было открыто. Я взял, потому что это здесь очень нужно. В том месте, где мы живем, летом очень сильная влажность. А этот аппарат, он убирает влажность. То есть, он сушит воздух. Убирает воду из воздуха. Он работает, я его проверял. Вот, включается. Забирает воду из воздуха. И в этот контейнер вода скапливается. Потом, когда он наполняется, выливает его, засовывает снова. И вот так он работает. Очень хорошая штука, ребята. Мне она очень нравится, она пригодится. Сейчас я посмотрю, сколько она стоит такая, чтобы вам сказать. Ребята, вы не поверите. Заплатил я 3 доллара. А эта штука стоит 147 долларов 23 цента. 147 долларов! А я ее взял за 3 доллара. Ребята, я вам скажу, у меня прям дыхание схватывает. Записываем, конечно, в плюс. Ребята, следующее. Следующее у нас будет такая коробка. Который. Который у нас непонятно, что лежит, ребята. Что это? Это, походу, мусор. Я даже не буду это смотреть. Это какие-то пластинки. Это пластинки для жалюзи, которые вешаются на двери. Такие вот вертикальные. И мы их не используем, и мы их использовать не будем. Это мы отправляем в минус 3 доллара, ребята. Дальше. Дальше у нас что-то стеклянное. Какие-то стекляшки. Так, какие-то стекляшки. Ну-ка. Вот тарелочка. И крышечка. О, ребята, это что-то... Может быть, это масленица, знаете. Смотрите. Лиса. И прям цвет такой, как бы, рыжеватый. Видите? Раз. Это можно сюда масло складывать, все что угодно. Или мед. Это очень хорошая штука. И мы ее запишем в плюс обязательно. Давайте посмотрим, сколько же она стоит. Я нашел ее, друзья. Но я не знаю, нету на ней цены. И нашел ее на Амазоне в каком-то другом, другой стране. Написано по-моему, по-испански. Почему-то написано, что это спящий кот. Может быть, и правда кот. А мне почему-то показалось, что это лиса. Стоит она 19 долларов. И мы приплюсуем ее обязательно в плюс. Дальше. Дальше у нас вот такая вот большая коробка. Но я уже примерно догадался, что это здесь. И это... Лоток для кошек. Лоток вместе с... Вот такой лоток. Вот одевается вот так. Посмотрите. Здесь есть черпак такой, выгребать. И как вы знаете, у меня есть кошки. И это обязательно мы, конечно же, можем использовать. Стоит это 25 долларов. И мы записываем это в плюс. Следующая коробка. Следующая коробка. Вот такая. Пытаюсь прочитать, что здесь. Нарисована лапка. Лапка какого-то животного. Может быть, тоже кота. О, ребята, это тоже связано с что-то для животных. О-о-о, я изменяюсь. Вау. Ребята, это крутое что-то. Это реально что-то. Видите, две тарелочки. И деревянные такие штучки, из которых собирается подставка для тарелочек. Я сейчас попробую это собрать и вам показать. Тут есть инструкция, есть шурупы, и есть инструмент, которым вот собирается все это. Друзья, попытался ее собрать и не смог. Почему? Наверное, по этой причине и вернули эту посылку назад в магазин. То, что купили. Вы смотрите, две части, да, должна быть поднумерована А и Б. А их, то поднумерованы А. То есть, они две одинаковых. Две одинаковых стенки. Они должны быть сразу, как бы, стоять. Видите? Должны вот так стоять. И они не подходят. И поэтому, видно, их вернули. И я не могу их использовать. И отправляю я. Но я могу использовать вот эти вот тарелки, блюдца для кошек. Накладывать сюда еду или воду. Так что я все равно отправляю это в плюс. Дальше у нас вот такая вот... Я видел, что это. Потому что это было в пакете. Я еще когда увидел, я вот так вот потряс. И я смотрю, чайник такой, вы знаете, термос. Хороший вроде потряс. Что-то там болтается. Я подумал, дай-ка я открою и посмотрю. Если там стекло и оно треснуто, то да, тогда не стоит это брать. Я взял, открыл. А внутри сделано из металла. Но все равно что-то болтается. Но, наверное, это не... Это нас... Не в самом внутри, а между стенками. И такой термос мы реально можем использовать. Давайте посмотрим, сколько он стоит. Стоит он 26.96. 27 долларов. И мы запишем его в плюс. Дальше вот такая вот тяжелая коробочка. Вау! Смотрите. Какая-то полочка. Вот такая вот. Тут еще что-то есть. Понятно. Она сломана, ребята. Надо мне было в магазине ее взять, открыть и посмотреть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я посмотрю, можно ли ее использовать частично. Вот видите, вот такая же с крючками полочка. Она вот треснута. Полка для всяких вешать цепочки, бижутерию, я так понимаю. Стоит это 17 долларов, входит, должно быть две. Одна уже, одна вот эта собранная, я так понимаю, вот у нас. Она вот так вот вешается. Вот здесь есть дырочки, куда вешать. Она висит на стене. И вот эти крючочки вешаются. А вот эта вот, вторая, видно, она сломана. И знаете что? Наверное, я обнаружил, здесь есть красная, красная вот барка, вот такой. Штрих-код. И, наверное, на будущее я буду иметь в виду то, что если я вижу красный, это значит, что сломано и с дефектом. Можно вот так сделать. И получится здесь тоже крючочки. Вот. 17 долларов я поставлю ее в плюс, потому что вот эту вот одну полку можно использовать. Так, давайте мы возьмем отсюда вот. Вот еще коробка. И, возможно, тоже это название Sketchers. Sketchers это фирма, которая делает обувь. И, конечно же, это кроссовки, ребята. Это кроссовки, возможно, они... Ай-яй-яй-яй-яй. Что-то мне с некоторыми посудками не везет, ребята. Я зря, конечно, надо было посмотреть. Надо было посмотреть, что я беру. И они, эти кроссовки, знаете, они... Они были использованы. Они использованы подошву. Смотрите. Не знаю, как такое мне удалось. Это мы отправляем в минус. Даже это не хочу. Надо было мне... Потому что в магазине есть возможность подойти к столу, открыть и посмотреть, что там. Если нравится брать, не нравится, не брать. И это мы отправляем в минус. Открыли мы сейчас 10 коробок. Осталось 10. Ребята, наверное, я это видео закончу, чтобы оно не было сильно длинным. И мне нужно сейчас заняться одним делом. И я потом вернусь и запишу второе видео. Сейчас давайте мы посчитаем, сколько бы нам стоило потратить денег на то, что мы открыли, если бы мы это купили. Друзья, я сделал подсчет. 10 коробок, как я сказал, купил я их по 3 доллара. Потратил 30 долларов за эти 10 коробок. Ну, плюс налоги. Там налоги, может быть, там 7%. Может быть, там получается доллар, 2 доллара. Но я это не считаю. Если бы я вот эти... То, что пригодится мне, то, что я могу использовать, я бы потратил бы 504 доллара. Если вы помните, у нас были... Женская обувь была очень дорогая. И был вот этот вот, который делает воздух сухим. Называется по-английски дихимирифайр. Потратил бы 504 доллара. Потратил на коробке 30 долларов. 504 минус 30 долларов. И получается 474 доллара. Экономия 474 доллара. Ребята, мне очень понравилось. Я доволен. Хотя были 3 вещи, которые были вообще никуда. То есть я их записал в минус. Спасибо за просмотр. Пожалуйста, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Постараюсь в следующем видео продолжить снять другие 10 коробок. И я стараюсь делать так видео, чтобы вам не было скучно. Всем привет. Оставайтесь, пожалуйста, позитивными. Желаю вам всего самого хорошего. Чтобы у вас все было хорошо. Чтобы был мир, покой. Чтобы все было у вас супер. Да благословит вас Господь. Оставайтесь миром. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...